Доброе утро, уважаемые телезрители! Рубрика «Звездные гости» и Дмитрий Пьяваров. Приветствуем вас в это замечательное июньское утро. На днях мы помахали ручкой лучшей балерине Франции Дороте Жильбер и лучшему танцовщику Дрездена Иштону Саймону, которые были украшением 30-го Нурийского фестиваля. Доброе утро! А сегодня в гостях программа «Звездный гость» художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Доброе утро! И поздравляем вас с тем, что вы добрались до Казани спустя определенный исторический отрезок. Итак, хотелось бы вас спросить, в первую очередь, такой нюанс. Вас называют петербургским москвичем. Понятно почему, потому что президент Мерхольдовского центра. И здесь где-то сейчас у вас больше приложений сил и где, скажем так, больше энергетики? Ну, по времени, если говорить, то, конечно, большую часть времени я сейчас, конечно, провожу в Петербурге. Где-то процентов 80 с точки зрения рабочих. Там меньше. Но Москва очень активный город. Там тоже очень много всяких обязанностей, ответственностей. Поэтому не только в центре Мерхольдова, и в гильдии режиссеров театральных, которые я руковожу. Поэтому такой я почетный пассажир, я бы так сказал. Поэтому я приходится мотаться много уже в течение 15 лет. Ну, так пока привык. Хотя это, конечно, особого удовольствия не заставляет. Но, тем не менее, вот такая работа. Что касается энергетики, конечно, Петербург – город особый в этом отношении. Он очень влияет на работу, на творчество, конечно же, влияет. Ну, я считаю, что там и воспитание другое у людей. Это тоже находитесь. Было. Было. Было, конечно, так сказать нельзя с полной уверенностью. То, что в город приехало уже за последние десятилетия много разных людей, не коренных. И поэтому, хотя, конечно, форма города, его какой-то внутренний сюжет, он, конечно, остался. Вот сейчас «Казань» смотрит очередную адаптацию гоголевских произведений. Конечно же, Александр Горенков в первую очередь ассоциируется с Гоголем. Именно с Гоголем по-фокински. У вас это, по-моему, третий ревизор. Сначала был «Современник», и вот сейчас новое прочтение. Скажите, когда Гоголя... Я знаю, что Гоголя нужно пересматривать и ставить, по мнению многих, каждые 10 лет, да? А как часто его можно смотреть? Ну, я думаю, что сама пьеса, ее называют часто, некоторые люди называют, и я с этим согласен, это государственная пьеса для России, безусловно. Мейрхольд говорил, вы это процитировали, что 10 лет можно каждые 10 лет ставить эту пьесу. Тоже понятно, потому что движение страны, оно меняет и дает новые качества этому тексту, потому что все равно ревизор – это такая хрестоматия нашего менталитета, нашего национального характера, так я бы сказал. То есть там очень много черт, которые не меняются от того, что мы там строим сегодня капитализм, социализм, мы строим, мы играем. Есть некие присущие нам черты, которые, в общем, так сказать, меняются только в качестве. Тут дело не во взятках, которые как давали, так и продолжают давать, только в другой форме. Дело не в этом. У нас сейчас о Гоголе снимают сериал, вернее, Гоголь становится частью какого-то мистического действия, где он расследует убийство и так далее. Да, да, я читал. Да, там, по-моему, Дмитрий Лозенков должен был когда-то играть, но, по-моему, он не будет там играть. Я спокойно к этому отношусь, потому что я все равно отношу это как бы к жанру все-таки массовое искусство. И поэтому это совершенно понятно, потому что изначально это невозможно, потому что Гоголь не может ничего расследовать. Потому что те, кто занимается характером Гоголя, хоть немножко более подробно про него прочитают, это был человек и особый, и пугливый, и замкнутый. Поэтому расследовать чего-то он не может, это невозможно. Это придумка, это абсолютно такое сочинение сериальное. Но втянуть его в некий мистический сюжет, ну, возможно, наверное, хотя же он был разный. Люди собирались для того, чтобы он прочитал свою новую пьесу, он это обещал, а он после обеда засыпал. Не могу не задать вопрос по поводу двух фамилий, которые сейчас муссируются. Наверное, вы догадались, это Серебренников и Учитель. Потому что я помню, когда вышел фильм у Русевского по песню поэту, Никоненко был предан такой анафеме за слишком сусальный и рафинированный образ Есенина. Когда Кен Растл снял любителей музыки о Чайковском, естественно, в Советском Союзе был бунт, и фильм не был в прокате. Ну, дело в том, что вообще сегодня, так сказать, и общество, и среда наша, в частности, такая среда культурная, театральная, кинематографическая, мы очень расколоты все. Мы все расколоты, мы все поделены на разного рода группы, ассоциации, на правых, левых. Я уже неоднократно говорил, меня раздражает, когда меня иногда спрашивают, вы с кем? Ну, там, слева, справа, а если посередине, вроде это не удовлетворяет такой ответ. Вот любое подобное явление, связанное, там, скажем, с Гоголь-центром, да, оно всегда будет политизировано. Сразу, со знаком плюсами, со знаком минус. Это, собственно, и произошло. Что касается учителя, ну, тут, конечно, недалекость очень сильная со стороны, так сказать, женщины, которая взяла на себя право судить, оно поражает просто. Другое дело, что этому можно было бы как-то дать финиш, но пока он не дается, значит, есть какие-то, так сказать, соображения. Но столкновения эти будут. Спасибо вам большое за ранний визит, хорошего вам впечатления в Казани. И надеюсь, что вы уже установили контакт с Казани и с публикой, которая любит театр, ходит в театры и любит все жанры искусства. Спасибо. Благодарю за беседу. Уважаемый телезритель в гостях программы «Новое утро» сегодня побывал знаменитый режиссер Валерий Фокин. Наша программа продолжается. Хороших вам впечатлений. Продолжение следует...